ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Далее дважды отличился Илья Сюткин. И в конце первого тайма гол забил Кирилл Патрикеев. А дальше грянул ливень. И настолько сильно, что команда не смогли продемонстрировать хороший футбол. Поэтому во втором тайме зрители голов не увидели. 4-0 победила команда Кристалл Лзос. 23 мая на сегодня полет прошел очередной матч первенства города Латкарина по футболу. Встречались команды Арсенал и Бреко. Несмотря на ожидаемое преимущество Бреко, игра проходила достаточно ровно. В первом тайме забитых голов не было. Во втором тайме команда Бреко усилила натиск и заработала пенальти, который успешно реализовал Виктор Букеевский. Арсенал чуть было не отыгрался, но в конце второго тайма окончательный счет установил Сергей Птицын. 2-0 победила команда Бреко. 24 мая на стадионе полет встречались команды Старателей и Альянс Набережная. Матч ожидался упорным. Зрители наконец-то смогли увидеть хорошую игру в пас, которую продемонстрировали команды. Счет в матче открыли игроки команды Старателей. Свой первый гол за 7 сезонов в Латкаринском футболе забил Александр Харитонов. Но Альянс не собирался сдаваться и сравнял счет. Отличился Андрей Дегаев. Но еще в первом тайме Старатели смогли отличиться дважды. Голы забили Артем Новичков и Дмитрий Васянин. Во втором тайме Альянс бросился отыгрываться и вважал Старателей на их половину полу. Но Старатели выстояли и забили еще два гола. Сначала гол забил вышедший на замену Александр Борисов, а потом ударом со штрафного Владимир Бартышев. 5-1 победила команда Старателей. 26 мая на стадионе полет прошел очередной матч первенства города Латкарина по футболу. Встречались команды Ниц ЦАМ и Брико. Перед матчем состоялась церемония награждения по итогам прошлого сезона. Главный судья первенства Владимир Григорьевич Кигелюк вручил приз лучший полузащитник сезона 2012 года Алексею Осинкину. После церемонии награждения начался футбол. И уже на первых минутах матча счет открыл Константин Майоров. Но игроки команды Ниц ЦАМ смогли быстро отыграться. Гол забил Сердар Сапаров. В конце первого тайма второй гол команды Брико забил Сергей Птицын. Во второй половине встречи преимущество Брико усилилось, что вылилось в еще три гола, которые забили Алексей Булкин, Константин Майоров и Алексей Осинкин. В конце матча гол Престирус смог забить футболист команды Ниц ЦАМ Максим Алябьев. 5-2 победила команда Брико. 27 мая в первенстве города Латкарина по футболу произошла первая сенсация. Встречались команды Арсенал и Старатели. Набрав в первых трех матчах одно очко, команда Арсенал усилила селекционную работу. А Старатели не смогли собрать полноценный основной состав. Что не могло не отразиться на результате. Особенно хочется отметить огромное желание победить у игроков команды Арсенал, которая отражалась в их усердии на поле и горящих глазах. Дублем смог отметиться Александр Гусев, забив по голову в каждом тайме. 2-0 победил Арсенал. Поздравляем с первой победой в сезоне. 27 мая на стадионе «Полет» состоялась вторая домашняя клубная встреча Дюсш-ФК Латкарина в первенстве Люберецкого района среди детско-спортивных школ. Наши юноши принимали команду «Труд-Надежда» из Малаховки. Первыми играли средние юноши 2000 и 2001 годов рождения. Игра складывалась достаточно сложно для нашей команды. После первого тайма Латкарина проигрывала 0-1. Но получив тренерские наставления в перерыве, наши футболисты смогли сравнять счет. Отличился Евгений Маркелов. Итоговый счет 1-1. После встречались старшие юноши. В этом противостоянии не получилось упорной борьбы, потому что латкаринцы были наголову сильнее, победив 10-4. Шесть голов записал на свой счет Юрий Куликов, трижды забил Никита Лежнев и один гол забил Дмитрий Бородин. Поздравляем! Александр Тестов, Борис Геласимов, Роман Завьялов, телеканал «Латкари». Кирилл!